Всем здравствуйте! 2 марта у меня на канале появилось видео о моем эксперименте, а именно укоренении черенков шелковицы, точнее побегов веточек прошлого года шелковицы в домашних условиях. Собственно, вот так это все происходило. Субтитры сделал DimaTorzok 29 апреля у меня вышел второй ролик, в котором я показал промежуточные свои результаты. К сожалению, из 8 попыток укоренения прижилась только одна попытка, одна ветка пустила побег и у меня было предположение, что она пустила корни. Ну и с того момента я ничего не выкладывал у себя на канале и меня спрашивают по этому поводу, какие результаты и сегодня решил показать вам, что происходит с моим экспериментом, на какой он стадии, какие результаты. Итак, сегодня 15 июня и я подвожу результаты моего эксперимента. Из 8 черенков, которые я попытался укоренить, у меня прижился только один. Вот так он сейчас выглядит. Он дал побег. Он дает постоянно новые листочки, то есть показывает признаки роста. Я этот черенок пересадил 2 недели тому назад из маленького стаканчика 250 мл. В такой более, больше по размеру, это 0,5 литра. Новый грунт. И еще один момент. Здесь используется и дальше мой принцип, что я сначала, вот стаканчик, где находится растение, в дне стаканчика делаю отверстие. Это дренаж, чтобы лишняя влага во время полива выходила, вытекала, чтобы там не было болота. Ну и плюс туда будет попадать воздух через отверстие. А вот здесь, видите, такая блестящая поверхность. Это обычная упаковка от семечек. Мои домашние купили семечки. Я разрезал упаковку, там получился такой прямоугольник. Я его вставил внутрь и уже в этот целый стаканчик вставил вот этот стаканчик с растением. Кстати, грунт использовал обычный покупной в обычном магазине, то есть не заморачивался. Зачем я сделал фольгу? Потому что пока что мой черенок или мое уже растение молодое находится у меня в лоджии. Я его постоянно закаливаю, то есть открываю окно и поставляю его под солнечный свет, чтобы после того, как я его высажу в открытый грунт, и это уже произойдет очень скоро, это лето, солнце активное, жаркое, в зените. Чтобы у него не было ожогов, мое растение там по несколько часов находится с открытым окном под прямым солнечным лучом. Чтобы у него не было ожогов, чтобы оно закалилось. Это тот же принцип, как и человек, который загоряет. То есть нельзя прийти весной или в начале лета, лечь на пляж и целый день лежать на солнце. Вы сгорите. То же самое с растением. Его нужно приучить, потому что листья пожелтеют, если вы его не будете закаливать, приучать к солнцу. А чтобы солнце не попадало сюда, не нагревало землю и не нагревало корешки, которые там внутри, я вот ставил это в фольгу. То есть это такой защита от солнца, от нагрева грунта. И еще один момент. Буквально, наверное, недели девятому назад меня спросил один зритель. Что там с шелковицей? Есть ли корешки? А когда растение находилось в маленьком стаканчике, я корешков не видел. Я не знал, растет это дерево, не растет. Вот этот побег как-то развивается, не развивается. Только после того, как я пересадил из маленького стаканчика, это растение, в емкость побольше, я начал видеть результаты. Они появились уже буквально через несколько дней. А результаты, вот видите, беленькие. Это корешки. Вот, видите какие. Они причем растут очень, ну как бы быстро. Вот это все за две недели выросло. Вот за две недели, две недели тому назад, здесь ничего не было. То есть, растение растет, развивается, появляются корни. И вот я еще позакаливаю эту шелковицу несколько дней. И буду смотреть по погоде, когда будет какой-то более пасмурный день. Возможно с дождями. Я эту шелковицу пересажу. Если не будет там в ближайшие несколько дней такого пасмурного дня, потому что по прогнозам будет погода, пересадка тоже очень простая. Посадил в открытый грудь и нужно притянить как-то, сделать полутень. Можно воткнуть вокруг такого растения веточки с листьями. Они, конечно, завянут, но будет сквозь эти сухие даже ветки такая полутень. То есть, дерево адаптируется. Даже если вы его закаливали, все равно попадая под открытое солнце, растение может немножко как бы страдать. Поэтому, чтобы избежать этого, нужно создать полутень. Я еще не определился, где буду сажать эту шелковицу, но ее нужно уже сажать, потому что она начинает активно развиваться. Чему я очень, собственно, рад. Теперь по эксперименту. Я пока что не определился, по каким критериям вот именно этот черенок дал корни, укоренился и начал расти. И единственное, что могу сказать, что, наверное, нужно использовать, и в следующий раз я это буду обязательно делать, использовать какой-то препарат корнеобразующий. Я поливал мои растения с добавлением корнеобразующего препарата, но я все-таки считаю, что при закладке черенка в землю, место среза, вот то, что находится в земле, еще дополнительно нужно обрабатывать, обваливать в каком-то корнеобразующем веществе. Собственно, у меня пока что вот такие как бы результаты. Из 8, 1 прижился. Это, конечно, немного. Но если вам нужна шелковица для себя лично, для вас это не бизнес. То, конечно, 10 посадить таких фрагментов, 10 черенков и получить одно растение в тот же год. И оно, кстати, на следующий год уже может даже давать плоды, хотя о плодах еще, наверное, 2-3 года не стоит говорить. Но получить результат это более чем хорошо. Это первый мой такой эксперимент. Я и дальше буду пытаться черенковать таким способом шелковицу, потому что мне интересно само растение, интересная технология. Буду как-то оттачивать, искать какие-то более функциональные, более рабочие как бы способы получить вот таким способом растение. Потому что из 8 одно растение это, конечно, не очень. Поэтому следите за каналом, но эта тема интересна. Такой вот мой результат. Если у вас есть лучшие результаты, если у вас есть опыт лучше получать и больше получать результат при укоренении шелковицы, пишите в комментариях. Мне очень интересно. Пишите мне в социальные сети. Ссылки на моей странице будут внизу в описании к данному ролику. Меня шелковица очень интересует, потому что мне это растение и его плоды очень нравятся. Вот такие у меня промежуточные результаты. Для себя можете брать смело на вооружение и получать вот такие молодые растения. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok